Девушки отдыхают И сегодня это будет первая часть, не знаю, сколько всего будет частей, потому что, когда мы говорим о СОПА, появляется очень много вещей. Это действительно всепогодный показатель, и он очень интересен, чтобы его изучить. Сегодня же мы посмотрим на часть инструментов с его применением, а в будущем мы будем создавать более специфические показатели на его основании. Итак, что такое СОПА? Это доля прибыли по результатам исходящих транзакций. Мы смотрим на все монеты, которые были проданы, и берем из них средний коэффициент прибыли. Если он больше единицы, то значит получается прибыль, а если меньше единицы, то значит в среднем рынок реализует убытки. Для тех, кто смотрел наш вебинар по составлению MVRV, ссылку на эту серию вы можете найти в описании в нашем YouTube-канале. Вы также найдете отчет по созданию данных MVRV, а также связанные с этим дэшборды. Итак, MVRV, по сути, это нереализованные коэффициенты прибыли. Это объем прибыли и убытков, которые находятся внутри системы. СОПА – это другая сторона данного уравнения. Она смотрит на средние значения прибыли и убытков, которые были заблокированы в монетах, которые в дальнейшем были потрачены. Таким образом, у нас есть непотраченный компонент MVRV и потраченный в СОПА. Итак, СОПА представляет собой всепогодный индикатор. Его мы можем использовать в бычьих рынках, в медвежьих рынках, в переходных рынках, а также можем использовать его для определения переходных моментов между этими режимами, а также для определения макроперегрева или недогрева рынка. Например, мы можем посмотреть на ралли бычьего рынка и увидеть те зоны, где рынок начинает перегреваться, а также те моменты, когда коррекция может быть завершена. А в медвежьих рынках можем посмотреть на противоположную картину, на точки сопротивления, а также зоны, где происходит капитуляция. И, как вы видите, данный инструмент мы можем много где использовать, в разных сферах, всего лишь с одним показателем. Более того, визуализировать это в различных форматах. Сегодня мы посмотрим самые основные вещи с этим индикатором СОПА, изучим самые основные вещи, каким образом он ведет себя в контексте текущего рыночного цикла, а также в сравнении с предыдущими рыночными циклами. И перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео с другими, подпишитесь на канал, это очень нам помогает. А еще напишите в комментариях, нравится ли вам такой материал, а с учетом ваших пожеланий, мы определенно можем лучше структурировать наши уроки, сосредоточившись на конкретных темах. И СОПА и МВРВИ — это определенно два инструмента, которые к ним относятся. Поехали. Итак, перед вами СОПА. Мы будем использовать скорректированную версию, которая находится в доступе у всех подписчиков уровня продвинутой. И причина, почему это отфильтровывает все транзакции, которые имеют возраст менее одного часа, в том, что некоторые люди снимают средства с кошелька или обменник, а затем немедленно переводят их на другой кошелек. Некоторые люди используют такие промежуточные транзакции, поэтому все монеты, мало уже одного часа, отбрасываются, что позволяет удалить значительную часть шума в системе. Как я уже говорил ранее, более высокие значения имеют базовый уровень, равный единице, который является уровнем безбыточности. Если значение равно или очень близко к единице, это значит, что из всех потраченных монет в этот день не было ни прибыли, ни убытков. Фактически, они тратились с учетом своей цены безубыточности. Более высокие значения означают, что получается прибыль. Например, значение 1,1 означает 10% прибыли в среднем, а значение ниже единицы означает убыток. Например, значение 0,8 означает 20% убытков. Вот такая общая концепция. Вы видите, что на ежедневном графике нет фильтрации, что может вызывать некоторый шум, но в целом он следует рыночным тенденциям. Показатель становится выше, ближе к вершинам бычьего рынка, что буквально значит большей прибыли к вершине. Он становится более злым и опускается ниже единицы во время глубокого медвежьего рынка, показывая естественные капитуляции ближе к основному дну. А во время переходных фаз рынка он устремляется к балансу, во времена неопределенности, расколбаса, что становится логичным в данном контексте. Вы также видите, что он закрепляется выше единицы во время бычьих рынков и ниже единицы во время медвежьих. И первая техника, которую я обычно использую при работе с индикатором СОПа, это экспоненциальные скользящие средние для сглаживания ежедневного шума. И чем глубже мы используем сглаживание, например, 30 или даже 90 дней, получается лучше идентифицировать макротренды. Давайте для визуализации начнем с 30. Посмотрите, обычно, когда СОПа находится выше единицы при 30-дневном скользящем среднем, то обычно это значит конструктивный бычий рынок. И это логично, потому что прибыли обычно получаются во время бычьего рынка. Получать прибыль в медвежьем рынке всегда сложнее, и если это происходит, обычно это говорит о выходе ликвидности. Люди забирают те прибыли, которые доступны. И наоборот, во время медвежьих рынков 30-дневные EMA находятся значительное время ниже единицы. В итоге, как очень быстрый и простой макрофильтр, использование 30 или 90 дней, поможет вам определить с помощью СОПа наличие макроаптренда для получения прибыли. Или же мы в макродаунтренде, когда у нас образуются потери. И вы видите, что мы буквально пробились наверх с началом этого года на позитивную территорию. Заметьте, конечно же, может все еще поменяться, пока это лишь самые первые сигналы. А возможно, происходит смена режима после медвежьего рынка 2022-го. Если вам нужна ежедневная информация, то, возможно, использование EMA является также сильным инструментом. Вещи, которые я хочу особо отметить, используя данный вариант, это то, что во время бычьих рынков E-2017 является отличным примером. Обратите внимание на эти локальные вершины. Они буквально значат получение прибыли. А где у нас образуются прибыли? Вблизи локальной вершины. Мы видим эти маленькие всплески. Это буквально значит, что приблизается вершина. Но также у нас образовался и ретест низов. Здесь ниже, на границе безубыточности. И причина образования этой поддержки в том, что те, у кого есть прибыльные монеты, перестают их тратить. Иначе бы особо пошла еще выше, показывая уровень уверенности. Но также мы видим иногда небольшое опускание ниже этого уровня, когда показатель немного опускается ниже единицы. Это означает, что те, кто покупали на локальной вершине, начинают свою микрокапитуляцию, буквально продавая в самом низу, когда умные деньги с прибыльными монетами траты уже остановили. Так что очень часто мы видим переломный момент на уровне 1, выступающий как поддержка при аптрендах. И противоположное верно при медвежьих рынках. Мы наблюдаем переломный уровень в виде зоны сопротивления. Это происходит из-за того, что все, у кого есть прибыли, возможно, они купили на локальном дне и получают прибыли при выходе. В итоге все, кто находится в прибыли, забирают доступную ликвидность. А у тех, у кого есть монеты, и они снова возвращаются в безубыточность, говорят, дайте мне возможность выйти с любой ценой, я больше не хочу наблюдать этот медвежий рынок. Верните мне мои деньги. В итоге данный переломный уровень становится уровнем сопротивления во время медвежьих рынков. Итак, это общая структура СОПа. А теперь я хочу перейти к тому, чтобы... Показать вам довольно интересный график, на котором отображены все предыдущие циклы бычьего рынка, для того, чтобы вы могли посмотреть, как иногда он ведет себя от раза к разу. Я добавил несколько горизонтальных линий. Белая линия здесь представляет наш уровень безубыточности, который равен единице. Вокруг этого уровня СОПа обычно и колеблется. Затем у нас есть линия, означающая минус одно стандартное отклонение. Это большие потери. Статистически большие потери, отмеченные красным. Линия плюс одно стандартное отклонение, выраженное синим, означает значительную прибыль. Фиолетовое же линия означает плюс два стандартных отклонения и представляет экстремальную прибыль на очень высоких уровнях. И это явление бывает редко. Теперь давайте рассмотрим бычий рынок 2011-2013 годов. Так, сейчас я это включу. Итак, что у нас здесь? Это 2011-2013 годы. И здесь вы можете видеть два пампа в 2Х в 2013, которые значительно превысили наш уровень максимальной прибыли. Это свидетельствует о чрезвычайном перегреве рынка и, вероятно, указывает на начало формирования вершины. Обратите внимание, что в первой половине бычьего рынка мы обычно торгуем в пределах одного и минус одного стандартного отклонения. Амплитуда СОПа довольно низкая, а взрывоопасное поведение проявляется в вершинах и уровнях капитуляции, когда рынок переходит в медвежий режим. Вы можете видеть, что большие амплитудные движения обычно происходят, когда мы приближаемся к экстремальным значениям на рынке. Теперь давайте перейдем на 2015-2017 годы. Очень и очень похожее поведение. В первой половине бычьего рынка мы обычно колеблемся, и это, кстати, классический параболический рынок, который мы видели в 2017-м. На каждой из этих точек мы достигли уровня плюс одного стандартного отклонения. Я покажу вам график в следующем примере для лучшей визуализации. Но каждый из этих точек, когда мы достигали уровня плюс одно стандартное отклонение, обычно представляло местную вершину, после чего мы корректировались обратно к уровню безубыточности, который обычно был дном коррекции. И вот так вы можете начать использовать SOPA, чтобы действительно оценить, что происходит на микро- и макро-таймфрейме внутри тренда. Вы можете начать замечать местные периоды перегрева, а также местные периоды микрокапитуляции, которые обычно происходят во время коррекций. И все это вы можете оценить с помощью включения 30-дневного скользящего среднего, которое позволяет вам определить макротренд. А также вы можете использовать микроциклы для того, чтобы понять, что происходит внутри этого тренда. Итак, давайте рассмотрим, кстати, 2017 год и вот этот пик взрывной активности. Еще одно движение, выходящее за пределы двух стандартных отклонений. Здесь у нас с вами был первый его тест во время предпоследнего ралли, а затем взрывным ростом преодолели его в конце. И вот цикл с 2018 по 2021. Вот этот пик 2019 года, который мы видели в мае-июне-июле 2019, который показали забор огромных прибыли также на ранней стадии цикла, которые затем скорректировались обратно в наш диапазон плюс или минус одно стандартное отклонение. И вот наш окончательный пик. Этот пик с ноября по октябрь. И вы, кстати, можете видеть, что эта распродажа, которая образовалась в мае 2021, на самом, была движением, которое взорвало рынок и действительно начало этот медвежий рынок. У него есть много сходств с нашим двойным пампом 2013. Вот наша максимальная точка 2021, а вот наш максимум октября-ноября 2021. Очень-очень похожее поведение на рынок 2013 года. Вот таким образом можно посмотреть на вещи, сравнивая циклы. Очевидно, что мы смотрим на эти вещи, наложенные друг на друга. А теперь мы хотим с вами взять то же самое наблюдение, которое мы только что сделали, и сказать, хорошо, как мы на самом деле определяем в живом рынке, когда мы находимся на этих уровнях плюс или минус одно стандартное отклонение, когда мы видим эти местные точки перегрева, и когда видим эти местные точки недогрева. И вот что именно делает эта конкретная метрика. Кстати, ссылка на дэшборд, который имеет все эти инструменты, в описании под видео, что поможет вам получить доступ к этим всем инструментам, доступным для продвинутых членов, и сможете начать использовать их, подписавшись на продвинутый план. Итак, то, что я здесь включил, это белая линия, которая представляет наш уровень безубыточности, равна единице. У нас также есть красная, которая представляет наше плюс одно стандартное отклонение, и зеленая кривая, которая представляет минус одно стандартное отклонение. В основном, давайте возьмем наш цикл рынка 2017 года, потому что это действительно хороший пример того, что мы ищем. Обратите внимание, что местные максимумы, которые у нас есть на СОПА, обычно коррелируют с этими микропиками, которые приводят к корреляции. Вы также можете заметить, что эти уровни ончейн часто соотносятся с такими вещами, как уровни Фибоначчи в техническом анализе. И причина, почему это происходит, заключается в том, что, когда люди тратят свои монеты ончейн, они также реагируют на всю доступную информацию. Некоторые трейдеры используют данные ончейн, некоторые трейды будут использовать технический анализ, а некоторые будут полагаться на интуицию и опыт, но в целом мы видим, как проявление человеческого поведения, где эти местные максимумы, где люди реализуют наибольшую прибыль, мы получаем эти статистические диапазоны, и это нам создает коррекцию. Во время этих коррекций здесь есть и красивые небольшие тесты, и вы можете видеть, что синяя кривая здесь — это наша семидневная экспоненциальная скользящая, чтобы действительно выделить и убрать некоторый дневный шум. И вы можете заметить, что эти тесты значения 1 обычно коррелируют с этой точкой безубыточности. Это тот момент, когда инвесторы фактически говорят, «Я в прибыли, но я не хочу продавать на самом низу этой коррекции», в то время как другие заходят на рынок и говорят, «Мне нравится мой уровень себестоимости, поэтому я хочу докупить». Крайне важно понимать, что все бычьи рынки в конечном итоге завершаются. Мы можем наблюдать типичное поведение бычьего рынка, где повторные ретесты происходят на протяжении всего пути. Однако наступает момент, когда мы сталкиваемся с финальным взлетом выше двух стандартных отклонений и последующим резким падением ниже уровня безубыточности. Посмотрите, насколько данная коррекция была ниже уровня безубыточности по сравнению со всеми предыдущими. Это буквально означает начало медвежьего рынка, и ваше 7-дневное EMA, а затем и 30-дневное EMA начнут сигнализировать, что что-то идет не так, а данная коррекция была не похожа на все остальные. И в цикле рынка 2021-2022 мы видим аналогичную ситуацию, где начальный прорыв 7-дневного EMA был внутри этого первого тренда, в результате чего возникают эти пики выше двух стандартных отклонений. Это указывает на перегретость рынка, что побуждает людей забирать прибыли. Далее, 2019-й год был интересным, когда рынок колебался вокруг уровня безубыточности. Только после марта 2020-го, когда мы начали замечать классический уровень поддержки, аналогичный тому, что мы бы наблюдали в 2017-м. Однако в большей части 2022-го года мы сталкивались с сопротивлением, и рынку не удавалось подняться выше уровня безубыточности. Это свидетельствовало о выводе ликвидности, поскольку люди брали прибыли и стремились вернуть свои инвестиции. А в конечном итоге произошло значительное событие FTX-свечи. И, кстати, аналогичная эйфорийная вершина бычьего рынка вырвалась за верхнюю полосу, а затем это привело к массовой капитуляции и выход за нижнюю полосу. Таким образом, в текущем рыночном цикле у нас образовались несколько периодов, которые можно охарактеризовать как транзитные, но за последние несколько недель мы стали ощущать немного больше поддержки. В итоге, с учетом использования всех этих инструментов, пока остается неясным, находимся ли мы в одном из таких переходных периодов, или мы уже перешли в более стабильный рынок, похожий на пост-2020, где можно обнаружить постоянную поддержку. Эти наблюдения и инструменты помогут нам отслеживать и понимать динамику рынка в такие периоды. Вы также заметите, что эти всплески, эти большие резкие взлеты, которые приближаются к полосе плюс одно стандартное отклонение, обычно означает, что происходит фиксация прибыли на уровне, на который стоит обратить внимание. И последний график, о котором я хотел бы упомянуть, мы вернемся и рассмотрим его подробнее в некоторых будущих выпусках SOPA. Если вы не поймете все детали, не беспокойтесь, мы вернемся к нему и рассмотрим его снова. Как вы видели ранее, SOPA является осциллятором. Во время бычьего рынка он обычно превышает единицу, во время медвежьего опускается ниже единицы, а иногда он калибрится вокруг этого значения. Некоторые из вас могли заметить, что иногда полезно инвертировать график, посмотреть на доллар США к биткоину и изменить свою точку зрения, то есть как бы посмотреть на имеющуюся проблему под другим углом. Так сказать, увижу ли я что-то другое. И то, что я сделал с этим графиком, это использовал SOPA в качестве нижнего индикатора. И я здесь сделал следующее. Когда он меньше единицы, я использовал условия «если то» для отображения всего, что выше нуля. И если он ниже единицы, уровня безубыточности, то отображал его красным. Таким образом, я просто смотрю на SOPA ниже единицы, как на красный столбец, похожий на объем, а когда он выше единицы, я рассматриваю его как зеленый уровень. Первое, что следует отметить, пройдя слева направо, это свеча FTX. Это конечная распродажа, которую мы видели в ноябре 2022. Обратите внимание, насколько экстремально она выглядит на этом графике. Это всего лишь немного меньше года наблюдений. Это огромные потери, понесенные рынком. И обратите внимание, что со временем она снижается. Цена колебалась, она шла в боковике, капитуляция была долгой и мучительной. Но мы фактически перешли в положительную территорию после нескольких месяцев лишь негативных и мучительных потерь. Очень рано на тренде рынок перевернулся и начал реализацию прибыли. Итак, на этой первой коррекции, которую мы... И еще раз, во время этого периода времени мы все еще находимся на стадии формирования дна. Помните, что этот период времени, когда мы еще не знали, что мы упадем до уровня в 30 тысяч. То, что мы здесь видим, это первая коррекция. Обратите внимание, насколько красным стал заметен. Помните, SOPA немножко является противоположным индикатором. Когда его значение высоко, обычно это происходит на бычьем рынке. И это значит, что люди фиксируют прибыль. И в конечном итоге это насыщает рынок. Во время же коррекции люди обычно настраиваются очень по-медвежье. На дне коррекции. Что подготавливает взрывную природу для будущего роста рынка с этого момента. Так что очень часто SOPA функционирует как своего рода контрарийный индикатор. Вы смотрите на общую динамику рынка и делаете оценку. Например, если мы считаем, что мы находимся в восходящем тренде или в нисходящем тренде, то имеет ли данное поведение смысл? Так что мы здесь видим, что внизу этой коррекции люди начали фиксировать убытки. Люди паниковали, думая, что цена вернется к нулю. А вместо этого она продолжила расти. Были получены еще некоторые прибыли, а затем произошла крупная коррекция до 19.800. И это было очень интересно, потому что в это время у нас было несколько моделей. Реализованная цена, 200-дневная скользящая средняя и уровень себестоимостьной покупки короткосрочных держателей. У нас было три очень, очень значимых уровня, к которым цена пришла вниз и скорректировалась во время этой свечи. Это было ужасно. Но заметьте, что все потери были зафиксированы почти в самом низу. И с того момента, как это перевернулось в зеленый, мы только начали наше восхождение от 19.800 до 28.000. Наш индикатор снова действовал как индикатор контрарийный. Потери зафиксированы внизу, а затем прибыли были получены на пути вверх. И в текущей ситуации рынка, так как мы скорректировались до уровня 26.000 за последние несколько дней, у нас было очень небольшое количество потерь. Но заметьте, что это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видели ранее. Так что вопрос в том, действительно ли СОПА находится в значительном восходящем тренде? И будем ли мы видеть, что он продолжит находить этот уровень поддержки в бычьем рынке, как это обычно бывает? Если да, то у нас возникает немного более негативного настроения, немного больше отрицательного объема, немного больше потерь, зафиксированных, возможно, на второй волне ниже. Это будет указывать на возможность момента такой микрокапитуляции. Конечно, если это будет продолжаться в этом направлении, и мы окажемся во многонедельном периоде, который затем может стать многомесячным, то это одна из тех вещей, при которых мы сможем начать рассматривать семидневное скользящее среднее и тридцатидневное скользящее среднее, наблюдая за ними на более длительном временном горизонте. Короткий ли это импульс для ретеста данного уровня? Или он становится более структурированным, превращаясь постепенно в медвежий тренд? Таким образом, это позволяет нам получить набор инструментов и линзы, которые мы можем использовать для отслеживания всех этих переменных. Итак, спасибо за просмотр этого выпуска. Еще осталось очень много всего. СОПА — это огромный показатель, содержащий в себе много всего, на который можно смотреть под разными углами. Таким образом, мы будем изучать этот показатель в последующих нескольких частях, для того, чтобы собрать общую картину, крупица за крупицей. И есть один момент, с которым вам необходимо разобраться. Это понимание статистических отклонений и использование этого инструмента как очень распространенного подхода. Когда, по сути, мы смотрим на вещи, которые не распространены. Вещи, которые не часто происходят. И очевидно, что чем более они необычные, то менее вероятно того, что они произойдут. Когда мы видим огромные прибыли на пике вершин обычных рынков, то обычно это значит, что такие вещи надолго здесь не останутся. И, противоположно, это огромные события капитуляции на экстремальных низах. Они нам серьезно говорят, что это ненормальная ситуация. И, говоря в целом, обычно в такие моменты ситуация начинает меняться. Вот почему конкретно эта модель с диапазонами отклонений. Вы сможете найти по ссылке в описании, но также и на нашем рабочем столе. Там вы найдете конкретно эту модель. Также я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Пожалуйста, напишите мне, если вам нравится такой контент. Мы продолжим погружение в изучение SOP, а также конкретных показателей. Если они вам интересны, то напишите о них в комментариях, чтобы мы могли изучить их в следующих выпусках. Увидимся с вами. Пока.